Мы в самом начале искали какую-то особенность нашей программы, чтобы программа была не похожа на остальные программы по психологическому консультированию. И мы решили, что эта особенность будет состоять в том, что наша программа будет готовить специалистов по консультированию широкого профиля, в отличие от многих других, которые сфокусированы очень узко. Мы решили, что мы будем готовить специалистов, психологов, консультантов широкого профиля, которые могли бы решать и индивидуальные проблемы человека, и те проблемы, которые у него возникают в семейной жизни, и те проблемы, которые возникают у него просто в социальной жизни, при взаимодействии с соседями, с горожанами, в каких-то сообществах, социальных группах. И еще одним этажом выше. Это проблемы, которые появляются, когда человек работает в организации. У нас две специализации. Одна называется организационная психология и управление персоналом, а вторая называется индивидуальное семейное психологическое консультирование. Для этих двух специализаций есть некоторые общие курсы, которые необходимо пройти любым консультантам. Например, основу консультативной работы или этические проблемы в консультативной работе. Поэтому у нас идет специализация в плане индивидуального консультирования. Это направление близкой гуманистической психологии, а семейное консультирование – это системная семейная психотерапия. Для них характерна необходимость, чтобы люди, которые работают с другими людьми, то есть специалисты, работающие с своими клиентами, они владели хотя бы базовыми консультативными навыками. Вот они фундаментальные. Но, в принципе, наша задача – это формирование именно такой базы для консультирования, чтобы люди понимали, что это такое. Они у нас проходят через три таких ипостаси, я бы сказал. Они выступают в роли клиентов, они выступают в роли консультантов-психотерапевтов, они выступают в роли групповых супервизоров. То есть смотрят, как работают другие студенты в роли консультанта, дают обратную связь, мы разбираем эти случаи. Ну, это уже фактически методика обучения, то, о чем я сейчас говорю. И поскольку у нас довольно много людей, не имеющих базы психологического образования, я имею в виду среди наших студентов-министрантов, то для многих из них вот это вот обучение, оно является тем, что я называю дегустацией. Вот дегустация – это и профессиональная область, которая называется консультирование. Они не просто узнают про консультирование, они чувствуют, что это такое, каким нужно ресурсом обладать, что нужно знать, что нужно уметь, и подходит ли им эта профессия, и подходят ли они для этой профессии. Вот это, наверное, основное, чему мы учим. Эффект психотерапии лежит в взаимодействии консультанта или психотерапевта и его клиента. И вот основа консультативной работы – это как раз про взаимодействие консультанта с клиентом, в какой бы системе он ни работал. И вот этот инвариант, вот это вот общее, мы ищем, понимаем, пробуем на вкус и так далее. И вот мы с нашими студентами как раз и разбираемся, как же устроен мир с точки зрения, например, психоаналитики, понимания терапевтам того, а как же устроена голова клиента, да, какая у него картинка, как в его картинке происходят изменения, и как опереться на его картинку, чтобы он решил свою проблему. Показать ему, как у него устроена голова, да, ну, голова, я в кавычке говорю, сознание, и как использовать эти опоры для того, чтобы он сам решил свою проблему. А или какую же систему координат ему дать, в которых его проблема была бы решена, да, вот обучить его какой системе координат. Вот этими вещами мы и занимаемся. Бакалавры что? Ну, они читают книжки, им рассказывают о чем-то. И это правда, это теоретическое знание. А что значит теоретическое знание? Теоретическое знание, и, кстати, у студентов здесь, у большинства, теоретическое знание, то есть головы у них работают, потрясающий совершенно, трикторный уровень студентов здесь, в общем, высоко одно удовольствие с ними работать. Но то, что изучалось, например, в теоретическом курсе психологии, очень часто не узнаются проявления этого тела в жизни. Как это проявляется в жизни? Как это выглядит в поведении, да, человека, в его эмоциональных реакциях? И вот еще в этом курсе «Основы консультирования» мы как раз и занимаемся тем, что учимся читать на разных языках поведение людей в реальности. Мы видели, что вот это проявление того-то, это проявление того-то, это проявление того-то, чтобы в жизни это можно было пощупать, увидеть, да. А после этого мы начинаем практически с этим работать вот в этих трех позициях. И из опыта клиента, и из опыта наблюдателя, супервизора, и из опыта, собственно, консультанта, терапевта. Вот такие вот истории у нас происходят. Шаненко уникальна тем, что это очень свободолюбивый ВУЗ. И в отличие, наверное, от многих других ситуаций, когда есть приоритет свободы, это не вредит студентам, а именно помогает. Это реально помогает творить и делать и свою жизнь, и жизнь ВУЗа разнообразнее. Есть люди, уже взрослые, которых интересует конкретный терапевтический подход. Их же много, да. Кто-то идет психоанализ, кто-то идет в индивидуальную терапию, кто-то в системную, кто-то в телесно-ориентированную. Короче говоря, тут уже может быть такой точечный выбор конкретного совершенно направления, которые человеку интересуют. Они пробуют разные техники из разных направлений психотерапии, но действительно гуманистическая психология и гуманистическая терапия, вот это гуманистическое направление, да, оно в общем достаточно широкое, вот из той области. Я считаю, что основной навык, это навык практики, как раз, который есть возможность потренировать шанники, дается возможность попрактиковаться, и, насколько я понимаю, это одна из уникальных возможностей, которые другие УЗы не дают, поэтому прям это очень здорово. Вот этот формат сугубо практически, который очень и очень много дает, это большой курс. А есть курс, где говорильный курс, да, ну лекционно-говорильный, где все это обсуждается на теоретическом уровне. Это очень правильная и необходимая вещь, потому что понимание вот этих вот теоретических конструкций, которые существуют в современных пасхудах, это очень важная история. Есть курс смешанный, такие семинарско-практические занятия, где как раз, ну вот, например, берется какое-то направление, ну, например, там, на юнгианке, юнгианский анализ. Это студенты делают доклад небольшой, я добавляю, мы обсуждаем, и они обязательно показывают кусочек, пример, практик. То есть это не глубокое, но чтобы можно было вот вот увидеть и узнать. Я сейчас хочу рассказать более подробно о втором направлении, о второй фокусировке наших, значит, курсов, а именно на организационном консультировании, на организационной психологии, на проблемах, которые возникают у человека, у человека, когда он там не очень успешно справляется с работой в какой-либо организации. Полезно это может быть тем, кто, например, независимо от своего, там, своей специальности, хочет, ну, быть более успешным в построении своей служебной карьеры, да, потому что, понятно, да, понимая какие-то механизмы, которые существуют в организации, какие-то нюансы, и учитывая их в своей деятельности, человек становится более успешным в продвижении, да, карьерном. Второе, вторая группа наших потенциальных студентов – это ребята и девчонки, которые хотели бы построить свою собственную организацию, потому что для того, чтобы это сделать, мало быть там геологом или инженером, да, надо понимать, как это строится, как сделать такую организацию, которая бы работала более-менее успешно. Для этого нужно понимать, да, как функционируют организации, что это такое, вот. И следующая группа, ну, из трех частей состоит, это, в общем, психологи, конечно, по базовому образованию, ну, например, значит, психологи любой специализации, потому что, ну, многие вузы до сих пор грешат, факультеты психологии тем, что дают очень такое академическое, книжное образование, далекое вот решение конкретных проблем простого человека. А именно это сейчас очень востребовано, намного больше, чем вот академическая психология. Там, если посмотреть на рынок труда психологов, оказывается, что практиков намного больше, чем, собственно, ученых, занимающихся фундаментальными исследованиями. Так сложилось. Может быть, это не очень хорошо, но так есть. Поэтому проще найти работу тем, кто умеет решать практические задачи. Вот. Второе направление, конечно, это, собственно, психологи, которые, ну, скажем, работают психологами в организациях, но не имеют представления там в организациях. Им тоже было бы неинтересно ознакомиться с этим. Вот. Иногда бывает так, что, скажем, переход из одной специализации, из одного направления психологии в другую, открывает какой-то новый горизонт. У нас появились некоторые курсы, которые формально могут быть за пределами традиционного видения психологического консультирования. Например, у нас есть предмет, который называется «Организационно-правовые основы деятельности психолога в организации». Ну, получается, что надо разобраться с правом, надо понимать, что такое трудовой кодекс, надо понимать, какие важные статьи гражданского кодекса, на которые можно опираться, решая какие-то непростые ситуации, в которых люди оказываются, например. Значит, вот финансовый аспект. У нас есть курс, который называется «Организационное консультирование». И его ведут реальные практики, консультанты по управлению, которые как раз осознают комплексность этого явления организации. И они уделяют очень много внимания именно финансовым аспектам существования организации, потому что это важный параметр, который может довести банкротство, известное слово, если неправильно спланировать действия. Понятно, что мы не готовим бухгалтеров и финансистов, но мы даем представление нашим преподавателям о том, как сбалансировать, например, затраты и доходы организации. Значит, у нас есть дисциплины, которые, например, позволят человеку более профессионально общаться со своими коллегами, проводить, скажем, какие-то групповые сессии, совещания, какие-то стратегические сессии. Так называется курс «Основы ведения психологического тренинга». Но на самом деле тренинг понимается шире, чем просто обучение. Это разного рода управление разными группами, в которые входят там полтора-два десятка ваших коллег, координация их деятельности, определение цели, задач, которые перед ними ставятся, коллективно. суть этой дисциплины. И люди на выходе начинают понимать, как управлять дискуссией, как разогреть группу, как притормозить эмоции, которые иногда возникают, при каких-то противоречиях. Есть у нас и более традиционные для такого направления дисциплины, ну, например, организационная психология курс и курс управления персоналом. Они стандартные. В каком-то смысле они повторяют то, что есть в стандартах бизнес-образования. То, чему у меня научила сама Шаненко и преподаватели здесь, и курсы, которые они нам читали, это то, что, во-первых, за меня никто не сделает никакую работу, и не выучатся за меня, и много надо делать самостоятельно. Но, с другой стороны, любая идея имеет право на существование, на поддержку и на какое-то дальнейшее развитие. Даже самая странная и, казалось бы, нелепая и, может быть, даже не очень профессиональная идея, с помощью преподавателей мы ее доводим до ума, и ее становится можно презентовать как хорошую, красивую и, правда, научную идею. Многие наши курсы, они строятся на принципах приложения к практике действий. То есть, лекциям отдается только небольшая часть времени, а значительная часть времени отдается все-таки упражнениям, решению кейсов, каких-то важных практикориентированных таких задач, которые позволяют освоить не только знания, но и умения нашим студентам. Ну и, наконец, магистерская работа. Самая кульминация, я бы сказал, всего обучения. По идее, чем раньше формулируется тема, тем лучше. И мы стараемся как можно раньше дать такую возможность студентам. Если человек довольно на раннем этапе осознает, какая тема для него наиболее важна, как он собирается ее использовать после окончания своего обучения, тем ему проще будет, ему будет больше дано времени подготовиться теоретически, составить обзор, использовать все эти многочисленные источники, как физические книги и журналы, так и интернет-ресурсы, и те базы англоязычных статей с исследованиями на эту тему, доступ к которым имеет наша библиотека Шаненки. и провести, кроме этого, еще полноценное эмпирическое исследование. Может быть, у себя на работе, например. Реально решить некоторые проблемы, которые там возникают, и тем самым на работе уже зарекомендовать себя как специалиста по решению организационных и психологических проблем. Вот так я вижу, собственно говоря, те этапы, которые принципиально важны при выборе, например, поступать к нам или не поступать. Вы должны, как будущие наши абитуриенты и студенты, уделить этому внимание и сделать свой выбор. Тогда мы ждем вас у нас.